Игровые итоги марта 2013 года Кстати, нажав на картинку, вы сразу перенесётесь к этой новости Итак, авторы Torment Tides of Numenera запросили на создание игры 900 тысяч долларов Консоль Retron 4 для запуска старых игр дебютирует в конце марта Ричард Герриот собрал средства на Shroud of the Avatar Представлен симулятор аутизма Autism Рон Гилберт покинул студию Double Fine Та же Double Fine представила свою Kickstarter-игру Новый Ziv перезапустит старую серию Слухи о смерти Dead Space оказываются сильно преувеличены Подведены промежуточные итоги продаж SimCity Авторы Divinity Original Sin захотели народной складчины И финальное тестирование игры Defiance пройдёт на следующей неделе За новое видео оформление и много хороших идей Большое спасибо Кирмариэлю Ну а теперь подробнее Авторы Torment Tides of Numenera запросили на создание игры 900 тысяч долларов Два дня назад мы узнали, что релиз игры Torment Tides of Numenera запланирован на декабрь 2014 года А теперь знаем, во сколько это обойдётся В 900 тысяч долларов Сбор средств стартовал вчера в системе народного финансирования Kickstarter Издателям такие игры от чего-то неинтересны А вот поклонники хардкорных RPG показали себя во всей удали Более 30 тысяч человек всего за 6 часов наполнили копилку на заброшенные 900 тысяч Страничка игры будет аккумулировать средства ещё 29 дней Но уже сейчас игровой бюджет достиг миллиона шестисот семидесяти тысяч Сообщается, что к работе над RPG привлечены многие из тех, кто участвовал в создании оригинала по имени Planescape Torment Дело было ещё в Black Isle Studios Главное отличие Tides of Numenera от прототипа В том, что пришлось отказаться от мира и правил Dungeons & Dragons Авторам просто не удалось договориться с владельцами лицензии из Wizard of the Coast Но новый сеттинг тоже не лыком шит Он проработан Монте-Куком Человеком, долгое время работавшим с миром D&D И принимавшим участие в создании оригинальной Planescape Ну а суть обещают оставить прежней Вас ждёт изометрическая ролевая игра с серьёзнейшим моральным и философским подтекстом Девелоперы задаются вопросом Что значит одна жизнь? Ответ будем искать в мире будущего Который покоится на останках былых цивилизаций Миллиарды лет спустя люди находят древние артефакты и используют их Кто-то обретает с их помощью вечную жизнь Научившись перерождаться из одного тела в другое Но через века он обнаруживает один побочный эффект Вас, так говорят разработчики Наш герой воплощается в перерождающегося бога Что пробуждает его древнего врага, ангела Энтропии Теперь это создание охотится и за вами Оттого придётся путешествовать по таинственным мирам и разгадывать тайну древних Консоль Retron 4 для запуска старых игр Дебютирует в конце марта Компания Hyperkin вскоре выпустит приставку Retron 4 для поклонников классических игр Которая придёт на смену нынешней модели Retron 3 Консоль Retron 3 оснащена слотами для картриджей от приставок Nintendo Entertainment System, NES, Super Nintendo и Sega Genesis Предусмотрены разъёмы для подключения контроллеров от этих устройств Хотя комплект поставки включает пару современных беспроводных манипуляторов Есть композитный видеовыход и выход S-Video Retron 4 получит 4 слота для картриджей Что обеспечит поддержку игр Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis и Game Boy Advance Кроме того, появится интерфейс HDMI для подключения консоли к современным плоскопанельным телевизорам Hyperkin более подробно расскажет о Retron 4 на мероприятии Midwest Gaming Classic Которая пройдёт в Брукфилде с 23 по 24 марта Информации об ориентировочной цене новинки пока нет Но, скорее всего, она будет не сильно отличаться от стоимости модели Retron 3, предлагающейся за 70 долларов Ричард Герриот собрал средства на Shroud of the Avatar Forbidden Virtues Кикстартер-компания по финансированию ролевой игры Shroud of the Avatar Forbidden Virtues Ещё не завершилась, но требуемая сумма уже собрана Не в рекордные сроки, как, к примеру, в случае Storm and Tides of Numenera Но тоже оперативно Пожалуй, основную роль здесь сыграло имя автора Он у игры, что называется, знатный Ричард Лорд Бритиш Герриот, создатель серии Ultima Господин Герриот и его студия Portallarium просили миллион долларов и получили его Точнее, получат, когда завершится сбор средств, через 18 дней Сейчас в Kickstarter-хранилище миллион 60 тысяч долларов, внесённые 15 тысячами пользователей Всё накопленное поверх пойдёт на расширение и дополнение игры При миллионе 100 тысячах девелоперы добавят в игру питомцев, которые будут ходить за вашим героем, выполнять команды и помогать в сражениях За миллион 200 тысяч игроки получат сезонные и погодные изменения климата и ландшафтов Если разработка пойдёт по плану, то Shroud of the Avatar Forbidden Virtues выйдет в октябре 2014 года На персональных компьютерах, макинтошах и линукс-системах Мы получим большой открытый мир полный приключений Детали сюжета пока не раскрываются Представлен симулятор аутизма AutiSim Небольшая девелоперская группа во главе с канадским игродизайнером Тейлоном Кеем Создала проект, способный передать восприятие окружающего мира аутистами AutiSim — это хоррор-игра и одновременно симулятор Вас не будут пугать привычными способами Вместо этого девелоперы создали нечто максимально воздействующее на ваши основные чувства восприятия «Я не ставил целью разработать симулятор аутиста», — рассказывает господин Кей «Мне хотелось вызвать у человека с нормальным нейровосприятием Те же чувства, которые испытывают гиперчувствительные дети В AutiSim вы оказываетесь на лужайке на детской площадке Светит солнце, играют дети, слышны их разговоры Но стоит вам начать движение к центру площадки, как голоса становятся оглушительными Появляются раздражающие монотонные мотивы Картинка заполняется визуальным шумом, как будто вы смотрите сквозь телевизионные помехи Проект произвел сильное впечатление на людей, работающих с такими пациентами «Представьте, что вы пытаетесь помочь детям и не имеете ни малейшего понятия о том, каким они видят мир», — рассказывает работающая с аутистами Криста Говард «Именно в этом основное достоинство этой инициативы Она способна помочь понять наших подопечных» Проект был анонсирован в 20-х числах февраля в Ванкувере на конференции Hacking Health, предназначенной для IT-специалистов и врачей Рон Гилберт покинул студию Double Fine Тим Шефер и Рон Гилберт больше не коллеги Последний уволился из студии Double Fine Эта пара известна всем поклонникам квестов Именно она создала легендарную серию Monkey Island, первая часть которой появилась в 1990 году Из других их работ вспомним пародийный экшен Brutal Legend Тима Шефера и игру Death Spunk, над которой трудился Рон В 2010 году дизайнеры воссоединились, чтобы создать приключенческий пазл-платформер The Cave Но творческие планы вновь развели разработчиков «Сейчас, когда The Cave выпущена, настало время подумать о следующем шаге Ведь еще столько игр нуждаются в дизайне», — заявил Рон Гилберт И тут же анонсировал новый проект Игру с длиннющим названием «Scarvy Scalivex in the Voyage to Discover the Ultimate Sea Shanty» Двоеточие A Musical Match 3 Pirate RPG Господин Гилберт взялся за него вместе с Клейтоном Козлариком С которым когда-то работал над Death Spunk Игра создается для мобильных iOS-платформ И это все, что мы о ней знаем Напоследок, господин Гилберт добавил, что его увольнение никак не отразится на отношениях с Double Fine и Тимом Шефером Просто сейчас он хочет посвятить себя другим играм «Я буду скучать по команде и Тиму, но нужно двигаться дальше», — сказал Рон Double Fine представила свою Kickstarter-игру В самом начале прошлого года Тим Шефер, автор классических квестов Fall Throttle, Monkey Island и Grim Fandango Провел Kickstarter-компанию по сбору средств на разработку олдскульного квеста Успех был феноменальным Вместо заброшенных 400 тысяч долларов Девелоперы из Double Fine получили 3 миллиона 330 тысяч долларов Это не только позволило существенно расширить проект, но и привело к настоящему буму народного финансирования Что ж, через год мы узнали, на что же пойдут собранные публикой деньги Игра перестала быть просто безымянным квестом и обзавелась полноценным названием Broken Age Игра поведает о параллельной жизни мальчика и девочки Героиня живет в некой деревне, страдающей от жуткого монстра Односельчане решают принести ее в жертву, чтобы задобрить чудище Но девчушка не так проста Она решает бороться Одновременно где-то в космосе живет мальчик Он одинок и находится под чутким надзором компьютера с явными материнскими замашками Герой хочет освободиться от постоянного контроля Мечтает о приключениях Мальчик и девочка наверняка встретятся И мы поучаствуем в их приключениях Кстати, вы уже можете сделать предварительный заказ за 15 или 30 долларов В последнем случае вы получите доступ к бета-версии Игра появится на персональных компьютерах, линукс-системах, макинтошах И спустя какое-то время на андроид-консоли Ауя Новый Ziv перезапустит старую серию Журнал Game Informer рассказал о находящейся в разработке игре Ziv Первые слухи о которой появились в 2009 году В свежей журнальной публикации подтверждено, что разработку ведет Eidos Montreal Дело это по заказу компании Square Enix Именно эта команда отвечала за отличный стелс-экшен Deus Ex Human Revolution Появившийся в 2011 году Объявлено, что текущий проект будет завершен когда-нибудь в 2014 году Релиз состоится на персональных компьютерах PlayStation 4 и прочих консолях следующего поколения Новый вор перезапустит некогда знаменитую стелс-серию Игроков вновь ждет встреча с авторитетным вором Гарретом Герой возвращается в город, чтобы украсть все, что сделает его богаче К сожалению, эпидемия и жестокость верховного правителя Барона Привели к серьезному социальному напряжению в этой огромной индустриальной метрополии В общем, будем доиться в тенях, искать обходные маршруты И привычно снимать нехороших людей, стреляя из лука По словам девелоперов, игра ориентирована на скрытное прохождение И концептуально почти не отличается от недавней Dishonored Которая, как вы помните, сама почерпнула многие из Ziv Основой игры станет механика Focus Подсказывающая, где можно вскарабкаться, где спрятаться Где стереть отпечатки пальцев и какие фонари разбить, чтобы вас не было видно Эта же шкала позволит замедлять время при обшаривании чужих карманов И применять спецприемы для атаки или побега Действие разворачивается от первого лица Слухи о смерти Dead Space оказываются сильно преувеличены В игровой индустрии слухи распространяются в четыре непритязательные итерации Анонимный источник выдает какую-либо информацию Журналисты обращаются в компанию за разъяснениями Получают стандартный ответ без комментариев И в конечном итоге предлагают на суд публики материал Но Electronic Arts добавила в эту цепочку удивительный пятый шаг Яростное отрицание и опровержение слухов Которые раньше почему-то упорно не комментировались Именно так произошло с хоррор-серией Dead Space Ресурс Видеогеймер похоронил игровую серию Заявив, что она заморожена Четвертая часть свернута А вспомогательная девелоперская компания Вискерл Монреаль закрыта На этом все бы и закончилось, но нет Сначала спикер Electronic Arts объявил Что слухи о низких продажах Dead Space 3 И закрытии четвертой части не верны Чуть позже пиар-подразделение Британского отделения Electronic Arts заявило Хотя мы и не публиковали данные по продажам Dead Space 3 Но гордимся успехами игры И этот бренд остается важной составляющей нашей интеллектуальной собственности Но и этого издателям показалось мало И череду монологов в пустоту продолжил операционный директор Питер Мур Назвавший публикацию сфабрикованным материалом Как нельзя лучше демонстрирующим низкопробную веб-журналистику Всеми силами пытающуюся накрутить посещаемость ресурса А вот стойкий видеогеймер от своих слов не отказывается Заявляя, что источник информации заслуживает доверия И уже неоднократно подтверждал свою надежность Почти сутки портал ждал ответа от пиар-деятелей издательства Но удостоился лишь одного Мы не комментируем слухи и догадки Что заставило Electronic Arts передумать? Почему издатели так бурно отреагировали? Загадка Дальнейшая судьба Dead Space столь же туманна Есть, правда, любопытное заявление Фрэнка Гиббо Из Electronic Arts Labels По его словам, для поддержания серии Ей требуется как минимум 5 миллионов игроков Понимаете? Подведены промежуточные итоги продаж SimCity Градостроительный симулятор SimCity вышел в начале месяца И компания Electronic Arts подводит первые итоги его вольной жизни Проект студии Maxis увидел свет 5 марта в новом свете и 7 в старом Пока что игра доступна только на персональных компьютерах Но это не помешало успешным продажам За две недели по миру разошлись миллион сто тысяч копий Выдающийся показатель для эксклюзива на персональных компьютерах Как отмечают издатели, 44% продаж пришлось на систему цифровой дистрибуции Origin Ажиотаж позволил Origin установить новый рекорд по количеству одновременно подключившихся пользователей Миллион триста тысяч Правда, оборотной стороной медали стала невозможность нормальной игры в первые дни продаж Серверы не справлялись с нагрузкой, не позволяя запускать игру, которая требует обязательного интернет-соединения Говорят, что сейчас проблемы устранены Мощность серверов увеличена примерно в 400 раз А оптимизация улучшила время отклика почти в 40 раз Не обойдется и без компенсации Зарегистрировав SimCity до 25 марта, вы получите дополнительную игру бесплатно Выбирать можно из восьми проектов, среди которых есть Battlefield 3, Dead Space 3, Mass Effect 3 и так далее И еще пару слов об онлайновом режиме Девелоперы признали, что теоретически одиночный режим возможен, но от него отказались сознательно, поскольку игра ориентирована на сетевое взаимодействие Кроме того, Electronic Arts отрицает, что постоянные интернет-соединения требуются лишь для защиты от пиратства Авторы Divinity Original Sin захотели народной складчины Успех предыдущих игр серии Divinity обеспечил Larian Studios достаточными средствами для самостоятельной разработки новых проектов Один из них, игра Divinity Original Sin, почти готов Но у разработчиков вдруг появились идеи по улучшению и расширению игрового мира Для их реализации девелоперам нужны 400 тысяч долларов Сбор пожертвований начался в системе Kickstarter Поучаствовать в складчине можно до 26 апреля Уже сейчас на просьбу Larian откликнулись более полутора тысяч человек, собравшие 70 тысяч долларов Деньги пойдут на создание второй девелоперской команды из программистов, художников и дизайнеров Что займется новыми локациями, квестами, головоломками, оружием, доспехами, персонажами В партии появятся новые бухарины и рыковы Расширится система кастомизации героев, добавятся умения, классы и расы Если вы пожертвуете 100 долларов и больше, то помимо игры и всяческих наград получите доступ к бета-версии Divinity Original Sin разрабатывается только для персональных компьютеров Релиз назначен на середину года Сюжет будет подаваться от лица приговоренного к бесконечным мучениям воина И некой женщины, воскресшей после убийства и лишившейся памяти Говорят, что нам предпишут остановить нашествие орков Кстати, вместе с игрой будет распространяться ее редактор Финальное тестирование игры Defense пройдет на следующей неделе Trine Worlds объявила о проведении завершающего этапа бета-тестирования многопользовательского шутера Defiance До полноценного релиза осталось всего ничего, так что фактически тестироваться будет готовый проект Опытный запуск шутера состоится 22-24 марта Планируется проверить несколько игровых локаций, испытать серверы К тестированию приглашают пользователей PlayStation 3 и Xbox 360 Ну а полноценный выпуск состоится 2 апреля Пожалуй, это самый необычный проект весны Сюжетно взаимодействующая игра и одноименный телесериал В теле начинание канала Sci-Fi можно увидеть Сан-Франциско будущего Из-за некоего глобального катаклизма лицо планеты полностью изменилось Дальше хуже Прилетели пришельцы и принялись мастерить из земли собственный дом Последовавшая война окончательно добила планету И тут-то люди и алиены догадались, что пора мириться Иначе самое любопытное, что в зависимости от действий игроков будет меняться сюжет телесериала И наоборот События каждой серии найдут отражение в игре Проект появится на персональных компьютерах PlayStation 3 и Xbox 360 Больше новостей нет Вы слышали Лёшу Халецкого Кстати, подписывайтесь на канал Лёша Играет Обязательно отмечайте в комментариях, как вам понравилось новое видео оформление За которое ещё раз большое спасибо Кирмариэлю А вам удачи и играйте в умные игры Кто стёр мои сейвы? Сейв кто стёр?